Слово предоставляется Вардану Эрнестовичу Багдасариану, доктору исторических наук, сравнительный конституционный анализ Конституции РФ как Конституции Побежденного Государства. Пожалуйста, Вардан Эрнестович. Слово предоставляется Вардан Эрнестович Багдасариану, доктору исторических наук, сравнительный конституционный анализ Конституции Побежденного Государства. Слово предоставляется Вардан Эрнестович Багдасариану, созданное Соединенными Штатами Америки в своих американских интересах. Сегодня вот ситуация такова. Мы колония. И мы не просто колония, понимаете, а колония, которую постоянно унижают и тычут носом. То есть фактически из нас в 1991 году сделали колонию. Так я могу поставить диагноз, используя русскую лексику, что фактически страну последние 20 лет превращали и превращают в колонию. Значит, еще можно нашу финансовую систему сравнить с какой-нибудь африканской колонией Британии. Потому что менять в Конституции прежде всего нужно, конечно, основные положения первую и вторую главу. Они основаны на либеральной догме, на догме, где Россия отводится роль колонии. Ну и, наконец, знаменитая статья 15 с приматом международного права. Это чисто колониальная статья. Так вот, есть мнение, что установление примата международного права на правом национальном, как базовую конституционную ценность, еще при принятии Конституции 1993 года, нам умело принесли советники США. Российские СМИ и юридическое сообщество накрыло информационное цунами. Председатель СКР Александр Бастрикин предложил исключить положение о безусловном приоритете норм международного права над национальным законодательством из Конституции. Однако Совет Федерации проигнорировал данное предложение. Ну, а что касается юридической стороны, ну, посмотрите, опять-таки, наша Конституция, 15 статья, часть 4, навязанная Россией Конституцией в 1993 году. Конституция абсолютно колониальная. В этой самой статье говорится, что в случае коллизии между международным правом и национальным, приоритет у международного права. Может быть, пора задуматься о том, чтобы в рамках обсуждения нашей 25-летней Конституции обсудить, каким образом должен функционировать пункт 4 статьи 15, в котором говорится о том, что международное право имеет верховенство над национальным. У нас есть Конституция, в которой есть глава 15, статья 4 о приоритете международного права. Эта статья и этот пункт предательства интересов нашей страны. Сейчас мы видим яркий пример. Не глава 15. Сейчас, когда мы увидим статья 15, что это меняет, Борис? Что это меняет? Вы писали эту статью. Вы признаете приоритет международного права? А я считаю, что приоритет должен быть. Приоритет должен быть. Приоритет должен быть. И еще раз я тебе говорю. Международно признанные и ратифицированные Российской Федерацией являются частью права. Ратифицированные. Я тебе еще раз говорю. Прочитай 15-й и 4-й. Не притворяйся больше юристом. Там гласит о приоритете. Выброси этот диплом. Кто какой-то юрист, как и вся твоя банда, показали те законы, которые вы напринимали. Вы не получили такой же оценки, как должны были получить развалившие Советский Союз. И над вами должен быть суд. Вы должны ответить за все эти преступления, которые совершили в 90-е над нашей страной. По Конституции правительство напрямую президенту не подчиняется в своей финансовой кредитной политике. А подчиняется как раз таки Международному валютному фонду, Всемирному банку и обязаны выполнять именно их инструкции. Центральный банк строго выполняет рекомендации Международного валютного фонда, вследствие чего Россия лишена собственных денег. Мы отказались от эмиссии кредитных ресурсов и перешли на любимую для МВФ модель валютного правления. То есть Центральный банк создает денег столько, сколько у нас валютных резервов, даже чуть меньше. Вы вдумайтесь, вот по заключению аудиторов Счетной палаты России, которые официальные же документы анализируют, они не занимаются конспирологией. Выходит, что стратегии развития нашей страны пишут иностранные агенты. Вы в уме хочется спросить. Были причины, почему мне не нравилась 13-я статья Конституции и 15-я не нравится. Тоже бред, что наше законодательство, нет, примат европейского законодательства над нашим. Статья 15-я фактически уничтожает все, на чем веками держалась Россия. Есть вещи, которые можно было бы и уже менять. Этот приз еще касается, например, приоритета международного законодательства над национальным. Ну, например, в правовом отношении, это статья 15. Там написано, если это говорить рутинным языком, что суверенитет страны отменяется. В стране с колониальной конституцией. Вы смотрите, 13-я статья Конституции. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной и обязательной. Что это значит? Что в нашей стране своей идеологией могут заниматься любые другие страны, кроме самой России. Потому что им не запрещено заниматься идеологией своей в нашей стране. Это нам запрещено заниматься своей идеологией в нашей стране, в своей. Но если продолжать мысль об некой колониальности. Вот еще одна статья. Статья 15, часть 4. Общепризнанные принципы иного международного права, международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила международного договора. То есть, значит, приоритет международного права над нашим. Что касается изменений в Конституцию, это предмет широкого общественного обсуждения. Жизнь не стоит на месте, и конституционный процесс нельзя рассматривать как окончательно завершенный, мёртвый. Точечные коррективы других глав основного закона, идущие от правопринятельной практики, от самой жизни, конечно, возможно, а порой и необходимы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...